Здравствуйте, меня зовут Александр Сергеевич, я русский ученый, мыслитель, педагог, просветитель и собиратель легенд. И продолжу сейчас вам рассказывать легенды про секретный подземный город под территорией МГУ. Напомню, называется он, согласно легендам, МГУ в Райменке-2, построили его во времена товарища Старина. Я уже рассказывал, что есть разные версии о том, как в этот город попасть. Одна из версий через фонтаны на территории Московского университета, другая версия через некий секретный люк, еще одна версия, что где-то был такой павильон рядом с биофаком, через который люди проникали в секретный подземный город МГУ, то есть павильон был закрыт, небольшой павильончик был построен, туда каждый день подъезжало несколько автобусов, несколько сот людей туда заходило каждое утро и вечером выходило, что там творилось, непонятно. То есть явно они в этот павильон вместиться не могли, поэтому это был, наверное, вход в секретный подземный город. Ну, еще, пожалуй, такая самая интригующая версия, это легенда про секретный подземный город и пьяную журналистку. Говорят, что в середине 90-х годов в главное здание МГУ одна студентка журфака МГУ, ну, журналисты вообще живут в ДАСе, да, но она пришла в главное здание МГУ на какую-то вечеринку, она праздничает и дня рождения. Все там очень сильно напились, вот, и она перепутала, собственно говоря, этаж, то есть она должна была проехать на лифте в зоне А, но по пьяни никак не могла попасть на кнопку пальцем и очень долго тыкалась в разные кнопки, вот, и вдруг неожиданно лифт, вместо того, чтобы повезти ее туда, куда она хотела, повез ее вниз и завез глубоко куда-то в подземелье МГУ. Она вышла из лифта и увидела вооруженных людей в военной форме, вот, и люди стали, значит, дискутировать о том, чтобы ее расстрелять. Дело в том, что, согласно этой легенде, существует секретный код, который можно набрать на одном из лифтов, УЗНИА, главного здания МГУ, с помощью этого секретного кода проникнуть в секретный подземный город, но там стоит охрана, и если туда проникает кто-то, кто неуполномочен это сделать и узнает об этом секрете, то его тут же по протоколу полагается в стенки поставить и расстрелять. И вот они хотели эту журналистку расстрелять, но это были 90-е годы, все-таки, так сказать, некие послабления были в воинской дисциплине, как-то жалко было ее убивать, и офицер сказал, ну ладно, она настолько пьяна, что она ничего не запомнит, давайте ее отпустим назад. Запихнули они назад в этот лифт, ну и набрали соответствующий секретный код, чтобы довести ее, вывести ее наверх. И уехала она наверх, поднялась, ну, потом попала на эту вечеринку, но в итоге она проснулась и все это вспомнила. Получилось, что память у нее была хорошая, и она этого не забыла. Потом она пыталась набрать этот код, но уже вспомнить его не могла. Ну, может быть, и к счастью, да, тогда бы еще, наверное, точно расстреляли. В общем, на самом деле много разных версий о том, как попасть в секретный подземный город МГУ. И так, повторю, основные через фонтаны, через секретный люк, и прямо вот в лифте, через один из лифтов в зоне А Московского государственного университета. Ну, только надо знать секретный код, кто ж его знает. Продолжение следует...